Сегодня утром центральные СМИ сообщили шокирующие новости о Руслане Байсарове и семье Аллы Пугачевой. Вчера вечером в Москву срочно прилетел бывший зять Аллы Пугачевой и российский предприниматель, 50-летний Руслан Сулимович Байсаров. «Я никому не позволю обижать моего сына, мой приезд связан именно с этим», — заявил Байсаров. Руслан Сулимович не только смог добиться справедливости и отомстить за Дени Байсарова, но и добиться жестких санкций для звезд шоу-бизнеса. Причина приезда — печальная ситуация, которая произошла с его сыном Дени Байсаровым. Несколько дней назад Дени серьезно пострадал от рук своего брата Никиты Преснякова в московском аквапарке «Кваква». Первым делом Руслан Сулимович направился в 49-ю городскую больницу, где находится его сын. К счастью, врачи смогли сохранить жизнь и здоровье молодому человеку, и Дени Байсаров идет на поправку и скоро выпишется из больницы. Сегодня утром Руслан Байсаров направился к одним из виновников инцидента, Кристине Арбакайте и Владимиру Преснякову, которые допустили несчастный случай. Байсаров по-мужски разобрался с Владимиром Пресняковым и потребовал от него заплатить крупный денежный штраф, который пойдет на лечение Дени Байсарова. Помимо этого, Руслан Байсаров потребовал прекратить концерты Кристины Арбакайте на территории Российской Федерации. Главное наказание ожидало виновника происшествия Никиту Преснякова. Лично в полицейский участок отправился Руслан Байсаров. СМИ столицы сообщили подробности. Два дня назад в аквапарке Кваква во время семейного праздника произошел инцидент. Никита Пресняков по случайности или умышленно произвел два выстрела из травматического пистолета в своего брата Дени Байсарова. Дени был срочно госпитализирован с травмой головы, а Пресняков-младший оказался в полицейском участке. Несмотря на случившееся, Дени Байсаров проявил снисхождение к Никите Преснякову и попросил не заводить уголовное дело на своего брата. Однако Аслан Сулимович Байсаров придумал для Никиты собственное наказание. «Я заберу этого парня с собой на перевоспитание, пусть узнают, что такое настоящая жизнь», — заявил Руслан Байсаров. Никита Пресняков будет целый месяц находиться в Чечне на исправительных работах, где попробует себя в разных направлениях — грузчиком, дворником и разнорабочим. «Это очень мягкое наказание для Никиты по сравнению с тем поступком, который он совершил против моего сына», — добавил Руслан Байсаров. Эти шокирующие события вокруг семьи Аллы Пугачевой и Руслана Байсарова еще раз подчеркивают, насколько непростыми и драматичными могут быть отношения даже в самых известных и влиятельных семьях. Приезд Руслана Байсарова в Москву, его решительные действия и стремление защитить своего сына Деня Байсарова вызывают уважение и восхищение. Несчастный случай, произошедший в аквапарке Кваква, заставил Руслана Байсарова не только срочно вернуться в Россию, но и предпринять меры для наказания виновных. Личное вмешательство Байсарова, требование штрафа от Владимира Преснякова и запрет концертов Кристины Арбакайте на территории Российской Федерации свидетельствуют о его решительности и готовности защищать своих близких. Особенно примечательно наказание, которое Руслан Байсаров придумал для Никиты Преснякова. Перевоспитание в Чечне, выполнение различных работ, таких как грузчик, творник и разнорабочий, все это должно помочь молодому человеку осознать свои поступки и, возможно, изменить свое поведение. Байсаров уверен, что это наказание справедливо и мягче по сравнению с тем, что могло бы ожидать Никиту за его поступок. Этот инцидент также заставляет задуматься о важности семейных ценностей, ответственности за свои действия и необходимости защищать своих близких. Семья Аллы Пугачевой и Руслана Байсарова сейчас переживает непростые времена, но они демонстрируют единство и решимость преодолеть все трудности. Уважаемые зрители, если вы поддерживаете Руслана Байсарова и его стремление к справедливости, а также желаете скорейшего выздоровления Дени Байсарову, пожалуйста, поставьте лайк под видео и оставьте свой комментарий. Ваши слова поддержки имеют огромное значение для всех, кто борется за правду и справедливость. Вместе мы можем сделать мир лучше, поддерживая друг друга в трудные времена и оставаясь верными своим принципам. Продолжение следует...